Я буду читать из 2-го послания Фессалоникийцам, 2-ая глава, 7-го стиха. И прежде хотел спросить, у нас есть сегодня в собрании те, кто забыли свой телефон дома? Не вижу. Есть те, кто забыли свою Библию дома? Вы всегда, каждое воскресенье, можете забыть свой телефон дома, и проблем нету, но вы всегда должны приходить с Библией. Поэтому открывайте 2-ое послание Фессалоникийцам, 2-ая глава. Мы продолжаем нашу тему, рассматривая 2-ое послание Фессалоникийцам, тема «На пороге вечности». Мы говорим о том, что мы находимся на пороге вечности. И сегодня тема, о которой я буду говорить, это «Тайна беззакония». Мы живем в особое время, и мы будем говорить о тайне беззакония. Несколько дней назад, когда мы были в Израиле, мы стояли на Елеонской горе и смотрели на вид Иерусалима, рассуждали о том, что будет на этом месте, на Храмовой горе. И, конечно, вспоминали плач Иисуса Христа. Потому что для нас Храмовая гора, место, где сегодня стоят эти мусульманские мечети, мы знаем, что однажды там Господь наш Иисус Христос воссядет. Но Христос, смотря на гору Елеонскую, Он плакал, Он знал о разрушении, Он знал о бедствии. И когда я смотрел на это место, где когда-то будет построен храм, я думал также о том, что однажды, когда храм будет построен, там в этом храме воссядет Антихрист. Там будет он побуждать людей поклоняться себе. И поэтому нам сегодня важно думать об этом времени, которое приближается. Итак, мы открыли второе послание фессалоникийцам, вторая глава. Я буду читать с 7 по 12 стихи. Не сразу стихи, но мы будем рассуждать о каждом из этих стихов. Итак, 7 стих говорит, Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уз своих и истребит явлением пришествия своего. Давайте остановимся здесь. Мы знаем, что Писание говорит, что скоро будет восхищение Церкви. Это событие, которое мы ожидаем. Господь придет с небес, Он восхитит свою Церковь. Церковь, приготовленная телом Иисуса Христа, будет восхищена на облака, где будет встреча с Иисусом Христом. Мы знаем, что это будет, и мы можем задать вопрос, а что будет после этого? Какие события будут на земле после восхищения Церкви? Что будет с этим миром? И Писание дает нам ответ. Нет, Писание показывает те события, которые будут здесь, на этой земле, в этом мире, после того, когда Церковь будет восхищена. И мы можем сказать, что Писание, отвечая, раскрывая всю эту картину будущего, дает нам утешение. Более того, вот это послание, эта глава дает нам утешение. Послание Фессалоникийцам открывает нам великое упование, дает нам огромную надежду, что мы знаем, что будущее наше с Иисусом Христом. И когда мы видим мир, развитие греха в этом мире, видим злобу, видим все это, наполненное весь этот мир грехом, у нас есть утешение. У нас есть упование. Мы знаем, что восхищение Церкви – это наше утешение. Мы знаем, что мы ожидаем этого момента, когда Господь возьмет свою Церковь. Но мы видим, что Писание открывает нам, что будет после восхищения Церкви. И мы можем задать вопрос, зачем нам, христианам, зачем нам Церкви, если мы будем восхищены на небеса, зачем нам открывается Священное Писание, что будет на земле после восхищения Церкви. Я хочу сказать, что для этого есть причина. Причина, чтобы мы об этом проповедовали. Причина, чтобы мы знали, что будет на земле. Чтобы мир этот знал, что будет с ним. Чтобы грешники знали, что их ждет. Чтобы некоторые, находящиеся в Церкви, которые, может быть, не спасены еще, они знали, что будет с этим миром. Они знали, что будет происходить здесь, на этой земле. Поэтому Писание открывает нам истину о тайне беззакония. Писание говорит нам о пришествии Антихриста, который придет и будет здесь, на этой земле. И мы прочитали с вами этот текст Писания. Я хочу сказать, что в этом отрывке, который мы будем рассматривать сегодня, седьмого по двенадцатые стихи, нам показаны четыре такие стадии, четыре ступени, четыре действия, которые связаны с Антихристом. И первое, что мы находим в этом тексте, который мы прочитали, седьмой и восьмой стихи, это его пришествие, это его откровение. Написано, тогда откроется беззаконник. Однажды наступит этот момент, когда он будет открыт, когда он придет, когда он появится в этом мире. И мы видим, что в этом тексте он назван беззаконник. Или как ранее, в третьем стихе, посмотрите, он назван человек греха, или сын погибели. За историю церкви было много различных теорий, было много различных вариантов, кто может быть Антихристом, кто все-таки будет этим беззаконником. Начиная с самой первой, ранней апостольской церкви, когда возникли гонения на христиан, разные римские императоры, в том числе и Нерон, назывались, что возможно, это уже Антихрист. Потом за историю церкви разные личности появлялись, которые делали зло, которые делали грех, которые воздвигали гонения на христиан и на церковь, и думали, может быть, это Антихрист. Наполеон, может быть, это Антихрист. Гитлер или Сталин, может быть, это Антихрист. Муссолини, может быть, это Антихрист. Разные варианты были в отношении того, кто может быть антихристом. Но все соглашались, что однажды он придет. Однажды этот беззаконник, человек греха, сын погибели, о котором мы прочитали, однажды он придет. Мы знаем, что о нем еще сказано было в книге пророка Даниила. И оно частично исполнилось. Но однажды в будущем оно исполнится в полноте. И мы встречаем с вами, что о антихристе, или вот это слово антихрист, упоминается только послание Иоанна. Только Иоанн говорит об этом. В первом послании, во второй главе, в 18 стихе, Иоанн говорит, дети, последнее время, и как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Посмотрите, Иоанн говорит, вы слышали об этом, потому что еще в Ветхом Завете об этом сказано, и он говорит, придет антихрист, указывая на конкретную личность, которая придет. И он говорит, и теперь появилось много антихристов. И потом он показывает, что мы познаем, что все это является свидетельством последнего времени. Различные личности, которые были в мире, в истории, они были кандидатами на эту должность антихриста. У сатаны всегда, во всякое время, был подготовлен тот, кто может стать антихристом. И мы понимаем, почему. Потому что даже сатана не знает, когда будет восхищение церкви. Даже сатана не знает, когда Господь возьмет свою церковь. Но если церковь будет взята, антихрист должен появиться на политической арене. И сатана всегда, во всякое время, во всяком поколении, он имел этого человека греха, который был подготовлен. И если церковь будет взята, эта личность должна быть во взрослом возрасте, в достаточной степени греховности, чтобы стать антихристом, чтобы выйти на мировую арену и исполнить то, что он должен исполнить. Мы читаем с вами, в 1 Иоанна 4 главе, в 3 стихе сказано, «А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и теперь уже есть в мире». Дух антихриста действовал с самого начала, с самого начала образования церкви. Он поражал людей, он готовил людей. И мы видим, что Иоанн говорит, что он однажды придет, и вы слышали об этом, что он придет. И мы прочитали с вами тайна беззакония уже в действии. Нам важно понять, о чем идет речь, что это за тайна, которая уже в действии. И важно отметить, что люди, которые не знают Бога, которые живут сегодня, они вовлечены в эту тайну, хотя о ней не знают. С другой стороны, мы, христиане, мы не вовлечены в эту тайну, хотя мы о ней знаем. Мы знаем, потому что Писание говорит об этом. И, наверное, наиболее страшно, что есть те христиане, которые называют себя христианами, которые знают о тайне беззакония, и в то же время вовлечены в эту тайну. Вовлечены в эту тайну, потому что позволяют Духу Антихриста действовать в них. Потому что позволяют, чтобы Дух Антихриста вовлекал их в это беззаконие этого мира. Именно поэтому мы читаем об этом тексте, именно поэтому эта тема важна сегодня, и мы рассуждаем об этом. И поэтому мы увидели с вами, что первый текст, который мы прочитали, седьмой и восьмой стихи, они говорят об этой личности, которая называется человеком греха, сын погибели, беззаконник, он будет явлен, но есть условия для этого. И мы читаем с вами, сказано, что эта тайна беззакония в действии, но не совершится, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. Кроме Антихриста в этом тексте говорится о чем-то еще. Сказано, что кто-то удерживает эту тайну беззакония. Она в действии, она с самого начала развивается, она присутствует в мире, но что-то удерживает, что-то не дает полного развития этой тайны беззакония. И мы видим, что апостол Павел говорит об этом, и на протяжении, опять же, вот всей истории христианства, церкви было огромное количество различных толкований, кто этот удерживающий. Богословы предлагали самые разные варианты. Мы видим, что Бог удерживает. Мы понимаем, что в общем Господь совершает свое действие, потому что у Него есть план. У Бога есть определенная дата, у Бога есть время, когда Он допустит, чтобы эта тайна беззакония пришла к своему полному развитию. Но до определенного момента Бог удерживает развитие этого греха. Мы видим, что это удержание проявляется в самых разных моментах. Гонение на христиан, которое было с самого начала церкви, оно было страшным, оно было ужасным, но Бог сдерживал это. Мы видим с вами, что холокост евреев, уничтожение миллионов евреев, это было страшное бедствие, но Бог удерживал это развитие беззакония. Война, которая в Украине сегодня идет, это страшное бедствие и грех, но Бог удерживает, Бог сдерживает развитие тайны беззакония. Когда мы смотрим, с вами сказано, что когда будет взят от среды удерживающий теперь, тогда откроется беззаконие. Когда придет время, это говорит нам о том, что даже сегодня сатана уже бы хотел, чтобы эта тайна беззакония пришла в своей полноте. Но это говорит нам о том, что и сегодня сатана делает только то, что Бог допускает. Это не значит, что воле Божией, чтобы было развитие греха, но Бог допускает те моменты, которые использует сатана. Мы с вами видим, что здесь сказано об этом удерживающем, который сохраняет, который не допускает, чтобы это было полное развитие. Я сказал, что были самые разные толкования, которые сегодня есть. Кто-то говорит, что это Римская империя была, которая сдерживала. Кто-то сегодня говорит, что это государство, которое каким-то образом, своими законами сдерживает развитие греха. Кто-то говорил, что это государство Израиль, которое сдерживает это. Есть разные варианты, но когда мы смотрим на то, о чем говорит апостол Павел, мы можем прийти, что самым верным толкованием это является действие Духа Святого. Дух Святой – это и есть та личность, которая удерживает развитие тайны беззакония во всей полноте. И мы знаем, что однажды наступит момент в Божьем плане, когда Церковь будет восхищена на небесах. И мы говорим, что Дух Святой будет взят от земли. Это не значит, что Дух Святой не будет существовать на земле. Это значит, что Дух Святой выполнил свое важное служение, потому что Он созидает Церковь сегодня. И когда Церковь будет взята на небеса, Дух Святой закончит это служение. И Дух Святой к тому моменту, о нем сказано здесь в этом тексте, Он будет взят от среды, как удерживающий развитие тайны беззакония. Мы видим, что это тайна беззакония, о ней сказано в этом тексте, что она уже в действии. Тайна беззакония – это желание сатаны поставить свой престол выше престола Божия. С самого начала, мы видим, это было стремление сатаны. С самого начала сатана, который был ангелом и пал по причине этого желания и по причине гордости своей. У него было желание, и это и есть тайна или мерзость беззакония. И мы видим, что сказано, что это действие этой тайны беззакония, оно уже сейчас в мире. Сатана все свои силы направляет для того, чтобы поставить себя выше Бога. И он направляет эти силы на людей. Он использует людей, чтобы они позволили, чтобы они пошли за сатаной, чтобы они приняли, что сатана – он выше Бога, что его престол должен быть поставлен выше Бога. Мы видим, что это происходит в самых различных действиях. Все эти сатанинские силы, которые действуют в мире сегодня, они готовят мир к этому окончательному состоянию беззакония. Все, что происходит в политике, все, что происходит в этом мире, оно направлено к этой цели сатаны. И мы должны сказать, что это не конспирологическая теория, это учение Писания. Писание показывает нам, что все эти силы, они действуют для подготовки единого мирового правительства, для воцарения Антихриста как правителя мира. В этом суть слова «беззаконие», о котором сказано здесь. Беззаконие – это не отсутствие закона. Беззаконник, который придет, Антихрист, который однажды придет, он установит огромное количество законов, своих законов, чтобы контролировать человечество, чтобы заставлять человечество поклоняться ему. «Беззаконие определяется восстанием против Бога». Есть только Божий закон, есть только один правитель, есть только Господь господствующих и Царь царей. Его правление, оно является законным. И поэтому Писание говорит, 1 Иоанна 3,4, «Грех есть беззаконие». Тайна беззакония – это стремление сатаны поставить себя выше престола Божия. Именно поэтому в этой главе, если мы читаем предыдущие стихи о сатане, об Антихристе сказано, что он однажды сядет в храме Божьем, выдавая себя за Бога, требуя поклонения себе. Это и будет мерзость, это и будет тайна беззакония, когда сатана добьется своего, когда он достигнет той цели, к которой он стремится. И мы видим, что вот это развитие этого беззакония, оно происходит сегодня. Оно происходит, когда мы оглядываемся вокруг. Оно происходит в мире, в котором мы живем. Бог установил три ветви власти – правительство, церковь и семья. Это Божье установление, через которое должен осуществляться закон. И мы видим, что сатана всеми силами стремится разрушить то, что установлено Богом. Он извращает правительство, которое призвано наказывать беззаконных. И сатана действует сегодня через силы правительства, чтобы разрушить это стремление, чтобы беззаконие процветало, вместо того, чтобы быть наказано. Мы видим, что антихрист стремится разрушить семью, разрушить брак. Он вводит это беззаконие сегодня. Тайна беззакония, она сегодня действует в мире. Мы видим, что об этой тайне беззакония, как я говорил, писал пророк Даниил. 11 глава Даниила, в 31 стихе сказано, «И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву и поставит мерзость запустения». В 9 главе книга Даниила мы читаем, «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательно предопределенная гибель постигнет опустошителя». Даниил показывает, что после восхищения церкви, когда наступит великая скорбь, в половине этой скорби исполнится это действие мерзости запустения. Антихрист воссядет в храме, он объявит себя Богом, и мы видим, здесь проявится это, что на крыле святилища храма будет мерзость запустения. Апостол Павел, который писал послание фессалоникийцам, он знал об этом пророчестве. Он знал о том, что писал Даниил. Он знал о том, что в пророчестве сказано это, и Бог дает ему откровение, более ясное откровение, как произойдет это пришествие Антихриста. Мы знаем, что Антиохий Епифан в 5 веке, Антиохий Епифан 4, в 169 году до Рождества Христова, он вошел в храм, он вошел в святое святых, и там на алтаре в святом святых он приносит жертву свинью, и частично исполнилось то, о чем писал Даниил. Но только частично. В полноте это пророчество, оно исполнится в великой скорби, когда сам Антихрист восядет в храме. И мы видим, что сам Иисус Христос, Он сказал в 24 главе Евангелия Матфея, «И так, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, Христос сказал, что в будущем будет построен храм». Он говорил эти слова, когда храм еще не был разрушен, но в будущем храм, который будет разрушен в 70-м году, он будет построен, и там на святом месте будет эта мерзость запустения, будет сидеть Антихрист. Поэтому мы с вами видим это указание, что тогда наступит это время, будет откровение и пришествие Антихриста. Второй момент, который мы с вами находим в этом тексте, это его действия. Посмотрите, мы читаем дальше вторая половина этого текста, с 9 стиха. «Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою, и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины». Мы видим в этом тексте, сказано, каким будет пришествие Антихриста, каково будет его действие. Первое Писание говорит, он будет под действием сатаны. Почему он будет назван Антихристом? Приставка «анти» означает «против», то есть он будет против Христа, но есть еще одно значение этой приставки, это «на месте кого-то». Антихристос – это тот, кто будет на месте Христа. И мы видим, что в 9 стихе сказано, что его пришествие будет по действию сатаны. Это будет особый человек, особая личность, на которого сатана направит свое действие. И мы видим, что здесь сказано, что слово «действие» – это греческое слово «энергия». От него происходит наше слово «энергия». Все, что он будет действовать, все, что он будет делать, он будет делать силою сатаны. Мы также видим, что о нем сказано, он будет творить чудеса и знамения, и это будут ложные знамения. В чем смысл, что Антихрист будет делать ложные чудеса? Книга Откровения говорит, в 13 главе мы читаем с вами некоторые стихи, которые описывают действия Антихриста, и они описывают те чудеса, которые он будет творить. В 13 стихе 13 главы сказано, и творит великие знамения, так что и огонь не сводит с неба на землю пред людьми. Он будет сводить огонь на землю с неба. Эти чудеса ложные, потому что сатана имеет власть творить чудеса. Но его чудеса, которые он творит, это нарушение тех законов, которые Бог установил. Естественно, сатана, как ангел, его слуги, демоны, как ангелы, они могут нарушать те законы, в которых мы живем. Они не подчиняются силе гравитации, они могут сводить огонь с неба, но они никогда не могут совершить истинное чудо, которое совершает только Бог-творец. Бог-творец имеет силу над смертью, Бог-творец из ничего может сотворить живое. И вы помните, что когда волхвы, когда Моисей перед фараоном творил чудеса, волхвы своими чарами, они тоже совершали некоторые чудеса, но они дошли до момента, когда из неживого нужно создать живое. И они сказали, это перс Божий. Они поняли, что этого они не могут делать. Сатана может творить чудеса. Он может нарушать законы, в которых мы живем. Он может не заводить огонь с неба. Мы читаем с вами в 15 стихе этой 13 главы Откровения, сказано, что чудесами, которые Дана ему была творить при зверем, он обольщает живущих на земле. И посмотрите, в 15 стихе сказано, и Дана ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал, так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверю. Это будет чудо. Люди воспримут это как чудо, когда из мертвого стало живое. Но Писание говорит, это будет обольщение. Это будет обольщение, которым будет действовать сатана. И другое чудо, которое воспримут люди как чудо, мы с вами находим, посмотрите, в этой же 13 главе, в 3 стихе сказано, «И увидел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела и дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю». Во время великой скорби ему будет нанесена смертельная рана, и он сделает имитацию, что он умрет и воскреснет. Антихрист всегда будет подражать Иисусу Христу. Он сымитирует свою смерть, и подобно воскресению Христа, он сымитирует воскресение. Но это будут ложные чудеса. И мы прочитали, что этими чудесами он будет обманывать всю вселенную. Наш Господь Христос, Он творил истинные чудеса. И когда мы читаем с вами Евангелие Иоанна, в окончании этого Евангелия, Иоанн подводит нас, что все чудеса, которые были сотворены Господом Иисусом Христом, они направлены, чтобы мы уверовали в Бога. И мы читаем в 20 главе Евангелия Иоанна, сказано, много сотворил Иисус предучениками своими и других чудес, о которых написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. Истинные чудеса, которые творятся Иисусом Христом, они направлены, чтобы мы уверовали в Бога, чтобы мы уверовали в Иисуса Христа. Они говорят о истине, они говорят о Христе, они направляют нас к Иисусу Христу, чтобы мы имели жизнь вечную. Чудеса, которые будут творить Антихрист, они ложные чудеса, потому что они направлены на обольщение. Они направлены, чтобы человек поклонился Антихристу и Сатане. Так он действовать будет в будущем, и так с этим обольщением он действует сегодня, когда мерзость запустения или тайна беззакония, она в действии. Третий момент, который мы находим в этом тексте, который мы читаем, мы увидели, Писание говорит о его пришествии, Писание говорит о его действии, и третье, что я вижу, это его влияние. Посмотрите, я читаю 2 Фессалоникийцам 2 глава 10 и 11 стихи. «Со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения, и за сие пошлет им Бог действия заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовшие истины, но возлюбившие неправду». Каково влияние Антихриста? На кого будет распространяться его влияние? На кого будет действовать его обольщение? Мы видим, в этом тексте сказано «на погибающих». Его влияние будет на погибающих. После восхищения церкви они остались на земле. Почему? Они не приняли истину. Они не были предопределены к погибели, потому что в этом тексте сказано «они не приняли любви истины для своего спасения». Они отвергли эту истину. Они слышали об этом. Им было проповедано, но они не приняли спасения. И поэтому мы видим, что здесь влияние Антихриста, оно будет распространено на них. Возможно, они были на собрании. Возможно, они слышали об Антихристе. Они слышали о том, что будет после восхищения церкви. Но они отвергли эту истину. И мы читаем с вами в 11 стихе, что будет происходить с ними. «Бог пошлет им действия заблуждения, так что они будут верить лжи». Когда человек отвергает Евангелие и спасение в Иисусе Христе, Бог оставляет его в своем заблуждении. Первая глава послания римлянам говорит, что человек заменил истину Божью ложью. И Бог оставляет человека в похотях его сердец. Когда человек отвергает Евангелие, с ним происходит, когда Бог допускает действия заблуждений. И эти люди, которые останутся на это время великой скорби, они окажутся в этом действии заблуждения. Они будут верить лжи. Они примут начертание, которое будет указывать их добровольное решение, чтобы их вечная судьба навеки была связана с Антихристом. Где будет он, там будут и они. И поэтому апостол Павел говорит об этом. «Они будут осуждены все, не веровавшие истины, но возлюбившие неправду». Это решение человека. Это его отказ от спасения. Он будет верить Антихристу, и вместе с Антихристом он пойдет в погибель. И, наконец, четвертый момент, который мы находим в этом тексте. Мы видели здесь сказанное о пришествии Антихриста, сказано о действии Антихриста, сказано о влиянии Антихриста. И четвертый момент – это его конец. Посмотрите на 8 стих. В 8 стихе Павел говорит «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уз своих и истребит явлением пришествия своего». Мы читаем об этом действии в книге Откровения, потому что Иоанн описывает в 19 главе, когда он видит, что небо было отверсто, и он видит всадника на белом коне с воинствами небесными. Имя Ему – Слово Божие. Из 19 стиха мы читаем «И увидел я зверя и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящие серою, а прочие убиты мечом, сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». Это его конец. Он придет, Господь допустит его действия, Господь допустит его влияния, но в конечном итоге Писание говорит о конце Антихриста. «Тайна беззакония, которая в действии сегодня, которая достигнет кульминации во время Великой Скорби, она придет к концу». И мы прочитали, что Антихрист будет брошен в озеро огненное. Давайте сделаем некоторые выводы. О чем этот текст говорит сегодня нам? Когда мы понимаем, что это слово, этот текст показывает, что происходит со злом, когда оно не сдерживается. Сегодня Дух Святой удерживает развитие греха. Он удерживает развитие тайны беззакония. Однажды наступит момент, когда удерживающий будет взят, и зло достигнет своей кульминации. Но мы сегодня живем в то время, когда тайна беззакония уже в действии. Понимаем ли мы это? Видим ли мы, оглядываясь вокруг, в мир, в котором мы живем, там, где мы находимся и вращаемся, замечаем ли мы действия тайны беззакония? Сатана обольщает человека. Я сказал, что христиане – это те, кто не вовлечены в тайну беззакония, но видят ее и понимают опасность. Большое бедствие постигает тех христиан, которые не видят тайны беззакония. И постепенно-постепенно под действием сатаны они оказываются в этом обольщении, в этом цель сатаны. И это обольщение происходит с теми людьми, у которых нет любви к истине. Если мы сегодня не имеем любви к истине, к Слову Божьему, если мы не питаемся этим Словом, если мы не погружаемся в это Слово постоянно, если у нас нет любви к истине, сатана будет иметь успех над кем-то из нас. Он будет увлекать нас, он будет завладевать нашим сердцем, он будет посылать самые различные действия, чтобы захватить нас. Мы читаем во 2-м послании Тимофея, в 4-м главе, где Павел говорит о последних днях, он говорит, эти люди, они будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, чтобы им было спокойно, чтобы им было прекрасно и хорошо. И поэтому сегодня, когда мы рассуждаем об этом, мы понимаем, мы на пороге вечности. Мы знаем, что пришествие Христа очень близко, и будет восхищение церкви. И помоги нам, Господь, чтобы сегодня, живя на пороге вечности, ожидая пришествия Христа, мы видели это действие тайной беззакония. Мы бы возлюбили истину, чтобы иметь эту силу от Господа, противиться, не воспринимать это действие антихриста, ожидая пришествия Иисуса Христа. А Он придет уже скоро. Помоги нам, Господь, быть готовыми. Аминь.